Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в новую часть Fierce of Fathom, Iron Bark Lookout, которая называется. И говорят про неё, что она чертовски страшная, что она гораздо страшнее, чем предыдущие эпизоды. Я думаю, все, глядя на эту заставку, вспомнили моё прохождение игры Firewatch. Прекрасная игра, можете посмотреть её, ссылка будет в описании на плейлист. Очень крутая игра, атмосферная, и не хоррор совсем. Что-то музыка начинает нагнетать, слышите? Ладно, давайте приступаем. Iron Bark Lookout. Эпизод 4. Смотритель Айронбарка. 12 мая. Привет, я смотрел прохождение игры Fierce of Fathom Cars and Chaos на ютубе, и заметил, что вы просили прислать вам истории. А, он видел моё прохождение? Как так? То, о чём я собираюсь рассказать, произошло, когда мне было 24 или около того. Мне кажется немного странным рассказывать кому-либо об этом из-за причудливой природы и абсурдности всего этого. Но я чувствую, что это может помочь мне осмыслить мои воспоминания об этом. Я знал, что делиться этой историей где-либо ещё было бы глупой идеей, потому что люди сказали бы, что я лгу. Как я и написал, это был самый страшный опыт в моей жизни. Блин, вот эта вот подоплёка, что это всё реально происходило, она больше, гораздо больше меня пугает. Я чувствую, что как будто бы я сейчас окажусь, что я прям переживу этот опыт на все 100%. Я не хочу играть. Я Джек Нельсон. Чуть не прочитал, Джек Николсон. Я Джек Николсон. У меня была небольшая работа рейнджером в государственном парке. Я был пожарным смотрителем в одном из самых больших лесов на северо-западе Тихого океана. Мили и мили густого леса, находящегося в ведении лесной службы. У меня была зарплата, которая позволяла мне сводить концы с концами. Но я не мог позволить себе побаловать себя ресторанами, красивой одеждой и так далее. Моим самым большим достижением на сегодняшний день является то, что я смог купить для себя фургон с большой финансовой помощью моего отца. Этот фургон был единственным ощущением дома, которое у меня было в то время. Однажды меня перевели с одного блокпоста на другой из-за каких-то официальных обстоятельств. Однако для меня это не было большой проблемой, поскольку я жил вне своего фургона и любил путешествовать. Я попрощался с несколькими людьми и отправился на новое место. Это было примерно в двух часах езды. Два часа езды это вообще фигня, это даже не путешествие, мне кажется. Просто отъехал, жопу отсидел и не увидел особо новых локаций. Хотя я знаю, где он живет. Мог бы там горы начинаются и супер красиво сходу. Итак, мы в нашем доме на колесах. Вот он! Очень хочется пошутить, Джесси. Мы едем варить, нам пора варить. Ну, я уже, в принципе, пошутил. Хорошо, мы должны сами ехать. Интерактивность, детка. Читает сообщение Escape. Опять за рулем мы будем... Стоп, тормози, 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 тормози. Кайла Нельсон. Поздравляю с переводом, ты готов? Просто пишу тебе, что ты был назначен на 11-ю вышку. Добро пожаловать. Это Митч, кстати, из Айронбарка. Спасибо, слышал много о тебе от Джоша. Жду не дождусь с тобой встретиться. Только что получил свой паспорт. Твоя смена начинается с 12-го. Без проблем, я буду там. Что-то еще? У меня есть твои документы. Просто принеси свой паспорт. Джош мне сказал, что работа не в новость для тебя. Могу тебе задать один вопрос? Конечно. Почему ты выбрал именно эту работу? Не знаю, как на это ответить. Я просто наслаждаюсь. Или его отсутствие, я полагаю... Отсутствие наслаждения, видимо. Извини, я всегда задаю этот вопрос всем новичкам. Люди идут сюда в поисках убежища или чтобы узнать себя. Но они уходят даже не сказав ничего. Видимо, им лучше сидеть в кабинете. Честно говоря, я присоединился к Айрон Хорсу в прошлом году. Не знаю, чего ожидать. Но одинокая жизнь мне надоела. Что касается меня, я не могу жить в городе. Я принадлежу этому месту. И я уверен, что прекрасно адаптируюсь к Айронбарку. Хорошо. Надеюсь, у тебя дела лучше, чем у предыдущей леди. Где я могу припарковать свой фургон? Так, ты приедешь в пятницу. Просто припаркуй свой фургон сзади в гравийном парке у ворот. Да. Понял. А оттуда ты пойдешь пешком по тропе Золотого ручья. И оттуда ты потратишь пару часов, пока не доберешься до вышки. Хорошо, понял, спасибо. Ты увидишь Билли у ворот. Просто покажи ему паспорт. Понял, понял, понял. И еще есть... От Кайлы Нельсон. Этот новый региональный менеджер. Такой гад. Иногда я хотел бы, чтобы у меня была такая работа, как у тебя. Просыпаться с природой вдали от людей. И просто получать деньги за то, чтобы наблюдать за проносящимся мимо ветром. Хотелось бы, чтобы моя работа была действительно такой легкой, Кей. Честно говоря, меня бесит моя работа. Я уверен, что присоединюсь к тебе в следующем сезоне. Как же, как я уже сказал, тебе здесь всегда рады. Дай мне знать, если хочешь, чтобы я поговорил с Джошем. Определенно пришло время перемен. Кстати говоря, о переменах. Эп, документики. Айрон Барк? В следующем месяце они переведут меня в Айрон Барк. Тот, что после Росбурга? Да, слышал, что у них больше комнаты и меньше туристов. Позвони мне. С папой я тебе перезвоню. Как дела? Все еще в пути, и из всех дней фургон решил впустить колесо именно сегодня. Не поздно ли? Если я не умру с голода до приезда, у меня все. Ты уже проехал мимо Росбурга? Нет, а что? Окей, все. Нас уже начинают нагнетать, естественно, ну правильно. Для чего уже еще мы играем? Чтобы нас как следует настримали в самом начале. И тогда мы проведем очень... О, я жил довольно одинокой жизнью. И тогда мы проведем очень много часов в этой игре в ужасе. Это помогает успокоить мой разум, держать воспоминания в узде. Еще это означает, что ты просто не можешь общаться с людьми, потому что боишься, что они тебя ранят. Или ты сделаешь какую-нибудь глупость. О, как мне нравится это изображение. Оно смотрится очень реалистично. Я всегда любил отдыхать на природе. Быть окруженным природой придавало мне радость. Я вот, кстати, никогда не... Когда я был в лесу, я чувствовал себя как дома. Я, кстати, никогда не ночевал с палатками в лесу. Вы, Кайла... Почему Кайла? Я же за рулем. Ну, Кайла, Кайла, будь ты проклята. Так, у меня все. Ты уже проехал? Нет, а что? Я помню эту закусочную, когда проезжали Росбург. У них лучшие бургеры в городе. Ты должен их попробовать. Ой, я бы вкусно паял перед новой работой. Спасибо, Кей. Видимо, сейчас мы заедем в какую-то закусочную. Воу-воу-воу, что-то не интересно. Видимо, сегодня ветрено. Кстати, да. Пристегнитесь как следует, запаситесь жиротвой, потому что, по традиции, мы всю игру за раз пройдем. За один выпуск. Смотрите. Дома. И еще дома. Ага. Заправочка. И, наверное, возле нее закусочная. Закусочная. Я увидел закусочную, о которой говорила Кайла. Да, это она. Ох, эти закусочные. Стоп, я вот сюда вряд ли смогу встать. Давайте найдем парковочное место, любое. Так. Вот уже первый персонаж, с которым нас познакомят, судя по всему. Сейчас аккуратнее. Чуть я в поворот не вписался. Обидно. Ой. Не сказать, что я сильно гордился своим вождением. Он на меня не обиделся. Он слишком занят таким прекрасным бургером. Это отличная реклама для этой бургерной. За этим прекраснейшим бургером ты даже и не узнаешь, что тебя сбили насмерть. Я, наверное, могу. Все, да, я могу остановиться так. Нормально. Нормально. Почему я здесь снова? А, я же в машине, да, еще. Так. Это моя сумка. Ее не надо. Давайте быстренько все осмотрим. Надо понимать, на что обращать внимание, когда мы снова вернемся в фургон. Потому что я думаю, что что-то пропадет. Практически уверен, что что-то пропадет. Так, ванная. Здесь все в порядке. Холодильник нельзя открыть. Так, ну, кажется, это все. Только дело в сумке, да? Окей. Ладно, пошли. Пойдемте поздороваемся с местным жителем. Эй, чувак, как бургер? Понравился? Этот маленький кусочек рая. Это мое любимое место на выходных. Ну, ты как блаженное лицо, какой взгляд. Вы тут новенький? Я просто проезжал мимо. Хорошего пути. А что, еще можно спросить, куда вы направляетесь? Я из Роузберга. Это место мое любимое на выходных. А что значит вас? Стоит ли ему говорить, что я кто? Ладно, скажем, пофигу. Тогда вы, наверное, слышали новости. Какие новости? Ну, несколько недель назад трое детей пропали в парке без вести. Это было во всех новостях. Что с ними случилось? Никто не знает. В официальном отчете говорится, что они заблудились, но местные думают, что произошло что-то еще. Что-то еще? Ходят слухи, что какое-то существо поймало их. Существо? Ну да, по типу Бигфута или Человека-Козла. Люди говорят, что-то подобное живет в этих лесах. Вы верите в это? В этом лесу пропадает много туристов и отдыхающих. Некоторые из них возвращались с рассказами, в которые нереально поверить. А некоторые и вовсе не возвращались. Так, мне уже неприятно. Спасибо. Теперь мне этот бургер в горло не влезет. Ай, понятно. Я просто врезался в здание. Ну что ж, ну что ж. Я помню, я словил какой-то похожий вайп, когда ты едешь и вспоминаешь все фильмы ужасов, которые ты когда-нибудь видел. О! Она не интерактивна. Извините, извините, извините. Ой, я ненавижу эту ситуацию, женщина, блин, ненавижу. Они специально эту ситуацию создали, да? А! Добро пожаловать в закусочный Туин Ривер. Как у вас сегодня дела? Хорошо, а у вас? Располагайтесь в любом месте, я скоро подойду. Хорошо, спасибо. Так вот, да, я когда ехал по Америке, заезжал в города, проезжал мимо таких мест. Похожи были. Чуть-чуть похоже, только если там немножко локацию поменять на пустыню, тогда будет сто пудов похоже. Ну что ж, давайте сядем за какой-нибудь стол. Я выберу, пожалуй, вот этот стол. О! Добрый вечер, я Барбара. Готовы сделать заказ? Конечно, готов. Итак, что же вы надумали? Хм, чизбургеры, картошка фри. С этим трудно прогадать, всегда будет вкусно. Сэндвич с жареным сыром и луковыми кольцами. Блин, ну, не. Сэндвичи я не так сильно люблю, как бургеры. Фрикадельковый сэндвич и куриный наггетс. Нет, это чизбургеры, картошка фри. Итак, ага, наши бургеры. Лучшие на западе. Будете что-нибудь пить? Я бы на самом деле, вот если бы я был сейчас на его месте, я бы сказал и большую колу, и кофе. Кофе, чтобы взбодриться, потому что мне еще ехать, я так понимаю, в ночь. Большую колу. Лайд, давайте большую колу. Сейчас устанем сахар в крови и будет весело. Прекрасно. Что-нибудь еще? Нет. Отличный принц, ваш заказ, как только он будет готов. Зовите меня, если вам нужно будет что-нибудь еще. Звучит хорошо, спасибо вам. Как мило. У меня всегда была привычка ходить в туалет перед тем, как есть. Я вас понял, сэр. Такой тонкий намек был. Да, 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 вот и реструм. Надо закрыться. Ладно. Что ж, мне очень нужно было пописать. В раковину, конечно же. Ладно, писаем. Это детализация. С какого года? Какая была первая игра, которая позволяла писать? И чтобы это все визуализировалось. И это было все интерактивно. Вот типа вот так. Тут же перестал. Я закончил, я промахнулся. Я закончил, и я промахнулся. Так, а как смыть-то, смыть-то, смыть-то. О, я смыл. Классно. Так. А, я вспомнил. Игра Постал 2. Вторую Постал 100 пудов. Это была первая игра, где можно было писать интерактивно. Так, помыть, посушить руки. Не такой порядок. Сначала помыл, потом пописал, потом посушил. Что-то не то. На самом деле, где-то я слышал, что сушить руки воздуходувом, на самом деле, не очень-то и прикольно. И в туалетах общественных. Потому что, по сути, представь, ты помыл руки. Они у тебя мокренькие. После мыльца чистые. И потом ты в этом же туалете подносишь свои руки к воздуходуйке, которая берет воздух из туалета. А в туалете эти частицы, которые летают, по сути, все эти каловые частицы, они все в воздухе. И оседают просто на твоих руках. Поэтому прикольно, когда есть полотенце. Либо в туалете, либо в твоей личном. Я был в неправильной кабинке. А, извините. Блин, я и дверь не закрыл, господи. И сел не туда, не на тот столик. Вот, хаваем. Консумер. Потребляю, я потребляю пищу. Господи, он выглядит очень круто. Это двойной чизбургер. Спасибо. Я осознал, что пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу отведать такую еду. Правда, наверное, очень вкусно. Я уже представляю. Я даже соусами не пользуюсь. Немножко иммерсивности хочется. Вот бы у меня прямо сейчас здесь бургер оказался. Надо предупреждать, вот, перед всем, как ты покупаешь игру, должна выскакивать такая окошко, окошко, где там, в игре будут употребляться чизбургеры. Купите себе чизбургер для большей иммерсивности. Они же предупреждают о наушниках, что с наушниками будет лучше. Итак, Кайла пишет, Кайла пишет. Так, я бы вкусно... Окей, так ты в итоге поехал, как оно? Да, я здесь. Я еще ем, ну, очень вкусно. Говорила же. Эта еда напомнила мне... Тебе нужно прислать мне рецепт запеканки, о котором говорила. Мы, может быть, у меня будет шанс погрузиться в искусство кухни на новой смотровой площадке. Вау, да, я еду домой, отправлю позже. Ну все, хорошо. Ко мне официантка подходила, ну ладно. Ладно, давайте выпьем. Как правило, в таких дайнерах в Америке всегда очень вкусно. Я не помню, чтобы я невкусно ел в Штатах. Помню только, что потом мне было очень плохо, но в целом. Вот этот вот, вот этот чувак. Вот его, по-моему, не было. Или он был все время здесь, я не помню. Здрасте. Вам понравилось, и да? Да, она была отличная. Вам нужно что-нибудь еще? Или мне принести счет? Штат, пожалуйста. Хорошо, вернусь с минуты на минуту, спасибо. Я соус даже не попробовал. Ладно, я на сухую поел. Оп, здрасте. Вот ваш счет. Все вместе 6 долларов. Заплатить 6 долларов и... Давайте будем щедрыми, притворимся, что мы суперщедрый человек и заплатим... Что я суперщедрый человек и заплачу 50% чаевых. Спасибо за щедрые чаевые. Да. А, ну пойдемте отсюда. Пойдемте отсюда. Спасибо, ребят. Весь день в поездке, да? Куда вы направляетесь? Я направляюсь на север, чтобы доставить заказ, а вы... А, прям по дороге. Да. Окей. Опа! Улыбчивые люди повсюду. Слишком улыбчивые. Но при этом он пытается явно скрыть тот факт, что ему... Чтобы бесит, что я подошел. Вы выглядите немного потерянным. Это он мне говорит? Ты... Странно. Просто устал. Просто проезжай мимо. Так, и куда вы направляетесь? На мою новую работу в государственный парк. Это... Ладно. Ему и не скажет. Это не ваше дело. Думаю, нет. Как будто бы, знаете, я пытаюсь себя обезопасить от будущего страха. То есть, типа, если я скажу, никому не дам информацию, а то куда я еду. Это меня спасет, и грабут лайтовый. Здоров. Пожалуйста, отстаньте от меня. Вот. Вот это по-нашему. Вот он. А, я переключил музыку. Ну что ж, пойдемте. Я не закрыл свой фургон. Опять же, что это поменяет глобально? Что? Что все еще хавает? Я уже успел съесть. Ладно, он, видимо, смакует. Так, сумка на месте. Ничего не изменилось. Дверь в ванную почему-то за... Он там. Он уже там. По крайней мере, это не этот чувак. А может быть, теперь начать ехать, как сумасшедший, по кочкам, чтобы трясло. Резко тормозить, чтобы его просто било об стенку. Тихо, 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 тихо. Выверну, выверну. Отлично! Идеально. Что? Маленькая часовня прямо на парковке? Все, моя, едем дальше. Восемь вечера. А до этого сколько было? Сколько было до этого, я не прочитал. Ну, я так понимаю, что часов шесть, семь. Я хочу указать местоположение этого парка. Но я не хочу, чтобы кто-то искал ужасы, которые я видел в этом лесу. Нам сюда нужно или... Сначала я проехал мимо нужной тропы. Ой, извините, 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 да, все. Тихонечко паркуемся. Что-то подложили в этот бургер, явно. Поэтому я так плохо вожу. Ладно, все, выходим. Я так понимаю, нам нужно забрать нашу сумку. Все. Черт, пописать на дорожку не удалось. Может быть, этот свет надо выключить? Может быть, похрен, я все равно умру скоро. Сэр? Я из-за того, что пил колу, у меня пошел воздух обратно. И в этот момент нужно было крикнуть. Получилось... Ты урод, рейнджер. Ёлки-палки. Ты напугал меня. Я думал, ты один из них. Ты напугал меня. Да богословит нас Бог. Могу ли я взглянуть на ваше разрешение, пожалуйста? Оу. Ты ведь Билли, верно? Я новосмотритель. Меня перевели сюда. Это правда? Я не знал, что мы принимаем на работу в этом сезоне. Эй, там человек! Там человек! Подожди, дай мне это проверить. Там кто-то прошелся. Это не монстр. Это человек. Но это тоже страшно. Это еще страшнее на самом деле. Потому что человек, он изощренный. Это что такое? Ладно, приятель. Можешь идти. Ты работаешь на пожарной вышке номер 11. Я приношу извинения за путаницу. У меня сложилось впечатление, что вышка останется без персонала на весь сезон. Но вот твои ключи. Взять ключи. Мерси. Позволь мне открыть для тебя ворота на тропу. Ну я же видел человека. Теперь для меня идти туда, это чисто самоубийство. Поскольку ты приехал так поздно, тебе может понадобиться этот фонарик для долгой прогулки к вышке. О, как раз думал. Спасибо, Билли. Будь осторожен. Возьми это. Взять фонарик. Добро пожаловать в Айронбарк, приятель. И еще, когда ты доберешься до своей вышки, не забудь сделать отчет о погоде в твоей системе. Так мы будем знать, что ты добрался и что с тобой все в порядке. Если понадобится, ты можешь связаться с вышкой номер 12 во время работы. Он хороший парень. Он будет твоим ближайшим контактом в случае необходимости. Спасибо, Билли. Эй. Небольший совет. Не уходи дальше, чем на полмили или около того к северу от своей вышки. Почему? Опасная лиса в той стороне, приятель. Рыси и медведи. Плохие дела. Окей. Я думал, он пытался меня напугать, но он выглядел очень серьезным. Ну что ж, начинается неприятная тропа. Эти воспоминания из Слендермена. Напомните, первые игры про Слендермена. Даже не Arrival Слендермена, а еще супер такие индюшатины кривые. Так страшно мне было играть. Там музыка такая была гнетущая. Я обсирался. Ночь первая. Опа. Сколько здесь ночей нас ждет, интересно. Мы должны прожить все ночи. Вышка 11 туда. Частота 155, 192, 500. Нам нужно это запоминание было про частоту? Хорошо быть маньяком, вот я так думаю. Хорошо быть маньяком убийцы, потому что ему уж точно не страшно ночью находиться. И гулять по этим лесам, выслеживать жертвы. Думаю, он такой кайф испытывает. Это моя вышка. Нет, это не моя. Это просто электровышка, да? А, это сигнальная, сигнальная. Ладно, пойдемте. Надо еще немножко пройти. Так. Вышка 11. Голдкриктрейл. Короче, всякие тропки, тропки, тропки. Нам сюда. А, вот же она. Жить в пожарной вышке не самая легкая работа. Просто представьте. Быть здесь совсем одним. Неделями. Это работа не для каждого. Но у меня всегда была любовь к природе. Дерьмо полное. Это ваша природа. Так, у нас есть сральня. У нас есть генератор. Окей, вот. Все, теперь вышка под напряжением. Вот туда, да? Не надо идти. В ту тропинку. Хорошо, не пойду. Ни в коем случае. Что это? Это мы можем заправить генератор. Это... Это фонарик еще один дополнительный. Это бинокль. Но... Я так понимаю, что нам еще рано брать все это. Потому что нам нужно сначала в вышку зайти. Скинуть вещи наши. Я надеюсь, что у нас есть тут оружие. Оружие-то должно быть. Как они вообще обеспечивают безопасность? Ну, допустим, сюда очень легко войти. Этот замочек взломать супер легко, мне кажется. Опа. Вон вышка нашего друга. Очень легко взломать. И реально это хорошая жертва для маньяков. Очень легкая добыча. Кабинка была заполнена ароматом дерева. Давая мне чувство комфорта. Что ж сказать можно? Давайте дропнем вещи. Я наконец-то в своем новом... Ах, черт подери, не прочитаю. Ну, ладно. Я думаю, вы прочитали. Собственно... Включим комп. Нам нужно о погоде отчет сделать. Итак. Ой. Что-то я... Я что-то нажал? Я не успел нажать, по-моему. Радуга 98 начинается. Это... Получается... Пароль. Блин. Какой же пароль? Я не знаю, какой пароль. Где написано-то? Радиооборудование лежало на деревянном столе. Оно было моим главным источником коммуникации. Помехи, помехи. Эм... А что это? Может быть, мне нужно частоту настроить? Алло-алло. Алло-алло-алло. Эм... Пожарный искатель. Это как гигантский компас с размером в пиццу. Так. Вот здесь есть, кстати говоря, бинокль. У-у-у. У-у-у. Еще можно зумить. О-о-о. Вот сейчас было бы очень страшно увидеть кого-то за кактусом. И нужно понять, какой пароль. Он сказал на пароле или не сказал? Вряд ли это на том столбе, а на том знаке был написан именно пароль. Это была чистота. Может быть, 11. Check the Iron Bar Cruise Flyer. Зацените флайер Iron Barg. Правила Iron Barg. А-а-а. Оп. Хорошо. Свет включили. Это уже прогресс. Я чувствую, что это уже прогресс. Вот, написано. Пароль системы. Это номер вышки. Я же это ввел. Я же ввел. Я же ввел 11. Или, может быть, надо написать Iron Barg и 11. Сейчас попробуем. Iron Barg 11. А! Все. Я нервничал. Мне надо перестать нервничать. Вот что. Вот у нас система. Надежный виртуальный помощник, который поможет вам сегодня максимально эффективно использовать возможности вашего компьютера. Давайте. Что у вас на уме сегодня? Иконка Plague XZ тебе подскажет, что у меня на уме. Отчет, отчет, отчет. Температура. Да пошел ты! Помехи. Стоп. Помехи. Новенький. Я не знаю твоего имени. Как тебя зовут? Кто это? Я Коннор. Пожарная вышка 12. Я увидел, что у тебя включился свет. Ты за мной наблюдал? Ну, это моя работа. Мне пришлось присматривать за твоей территорией, пока ты не приедешь. В любом случае, что привело тебя в этот райский уголок? Эм, я... 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 Просто ищу изменений. Меня перевели сюда из Iron Horse. Опытный товарищ, значит. Теперь я понимаю, почему Митч выбрал тебя. Я очень устал. У тебя огонь разведен? Нет. Зажги его. Температура вот-вот упадет. Ты ведь не хочешь сидеть и дрожать во время шторма. Понял. Окей, спасибо за совет. Кстати говоря, термометр показывает. 46,9. Надо вбить это в систему. Температура. 46, точка... Что? Точка. Запятая и 9. Это мы классно. Это мы прям точно, точно определили. Wind Speed. Скорость ветра. Идемте смотреть. Так. Скорость ветра. А, давайте сначала разожжем огонь. Там не было дров. Я не вижу дыма. Ты уже поджег? Печка должна быть у входа. Зажги ее. Да пойди, там где-то дров нету. Ни хрена. Что за звук? Что за звук? Как будто сейчас взорвется. Здесь нет дров. Дров нет? В хижине должно быть полно дров. Марли только это и делала. Марли? Сотрудник, который был смотрителем до тебя. Она была суровой женщиной. В любом случае, тебе лучше разжечь его. Так как ты в комфорте переждешь шторм. А так ты в комфорте переждешь шторм. Бензин должен быть в твоей хижине, но если его нет, то ты всегда можешь взять припасы из складской хижины. Да, у меня бензин здесь есть. То есть ты хочешь, чтобы я спустился вниз, да? Все-таки я должен спуститься вниз. Опять туда выйти. Твою мать. Опять туда вниз. В лес. Вот дровишки, отлично. Тихо. Все нормально? Вот. Думаю, этого хватит на ночь. Думаю, этого хватит на ночь. Так сразу спокойно становится, когда я захожу на ступеньки. Хотя, возможно, этим игра и воспользуется. Тем, что здесь я буду не предупрежден. Не вооружен. И не очень опасен. А, давайте засовываем. Оп. Оп, оп. Что? Надо было это поджечь. Надо было. А, вот все. Оп. Нужен был бензин. Блин. Бензин, бензин, бензин. Просто налил. Вот так. Думаю, этого достаточно. И все по ковру пойдет. Это не ковер. Это железная штука. А, я вижу. Вижу дым. Приятно видеть 11-ю вышку снова живой. Ты уже отметился на ночь? Нет, но... Нет. Кстати, ты бы мне помог, кстати. Я не знаю, что там по ветру у нас. Вот так. Ты уже отметился? Нет, сейчас займусь этим. Давай, побыстрее. Здесь в Айронбарк ты обязан сообщать об этом каждый вечер, прежде чем уйти. Ты же не хочешь разочаровать Митча в твою первую ночь? Ладно, ладно. Сейчас, короче, ветер. Быстренько посмотрим. Где-то здесь должна быть информация о ветре. Во, давайте посмотрим. Лучше обучай еще. Добро пожаловать в парк Железная кора. Если вы смотрите это видео, позвольте мне сказать вам ПОЗДРАВЛЯЮ Железнокорская пожарная служба назначила вас защищать один из самых престижных парков штата Вашингтон. Он основан в 1897 году. Нас знают как один из самых безопасных парков в Америке. Надеемся, вы сможете сохранить это на долгие годы вперед. Это обучающее видео обеспечит вас знаниями, необходимыми для работы наилучшим образом. Вы были выбраны в качестве смотрителя пожарной сторожевой вышки. Это по-настоящему благодарная работа, требующая многих часов тяжелого труда. Вы будете работать на наших передовых башнях. И вот список обязанностей, которые вы будете выполнять. Следите за огнем. Огонь бывает заметен далеко не всегда. Поэтому также следите и за дымом. Убедитесь, что знаете, какого цвета дым. Это может быть важной информацией. Пожары лучше останавливать до тех пор, пока они вышли из-под контроля. Ведите ежедневный учет температуры. Когда температура поднимается, важно, чтобы мы имели записи. Научные задроты из Общества панорамного сохранения требуют от нас фиксировать все изменения температуры. Мы считаем, что лучше не попадать в судебные тяжбы. Ежедневно измеряйте скорость ветра. Ветер играет большую роль в случае пожара. Используйте анимометр, чтобы научно собирать данные. После сбора данных, внесите их в нашу передовую форму отчетности. Это очень сложная форма, часто используемая сотрудниками НАСА. Так что не стесняйтесь, если не сразу разберетесь. Вам дана привилегия использовать такую форму. Пресекайте попытки туристов разбить лагерь в неавторизованных местах. Посетители могут разжечь костер, что может привести к пожару. Они не всегда будут следовать правилам, поэтому будьте осторожны, сопровождая их. Удостоверьтесь, что человек не является угрозой. Если вы беспокоитесь о своей безопасности, не стесняйтесь набрать 911. Следите за состоянием парка. Убедитесь, что парк остается чистым. У нас есть репутация, которую нужно поддерживать. Теперь, когда вы знаете большинство обязанностей наблюдателя смотровой башни, вы готовы начать. В этом сезоне мы рассчитываем на вашу плодотворную работу на башне. И что вы не повредите никакое оборудование. И помните, если вы дым введите, то не шутите. Позвоните властям и немедленно уведомьте их происшествии. Будет ли какая-то еще стена после титров этих? Нет? Прекрасный ролик, спасибо. Итак, чтобы скорость ветра узнать, нам нужен специальный термометр-ветрометр. Вот он стоит. Пойдемте, выйдем на улицу. Ну-ка. Семнадцать узлов, да? Семнадцать. Облачно ли? Боже мой. Я не посмотрел. Сейчас увидим. Не сказал бы. Нет. Ну, облака есть. Определенно есть. Давайте, какие у нас есть варианты? Туманненько. Клир. Да, наверное, чистое небо. Я бы сказал, что небо чистое. Скольким хакерам ты ассистировал? Ноль. Как меня зовут? Как меня зовут? Юджин. Сайкас. Арен Барк. Все такое. Как слышно, новичок? Вышка номер одиннадцать. Слышно хорошо. Я думаю, на сегодня я буду заканчивать. Вышка номер двенадцать отключается. Спокойной ночи, новичок. И не давай клопам себя укусать. Спокойной ночи, Конор. Поговорим завтра. Окей. Давайте-ка возьмем бинокль. И посмотрим на Конора. Конор. Вон он. Там. Все, уже погасло. Но это немножко комфорта придает, эта ситуация. Я знаю, что там есть человек, который не так прям далеко. Он, конечно, бежать до меня, чтобы спасти, слишком долго. Но, возможно, он успеет. Возможно, он успеет. Есть такая вероятность. Что ж, ладно. Судя по всему, мне нужно выключать, да? Сейчас. Все. Отчет принят. Спасибо. Давайте посмотрим на карту. Перед тем, как мы летим спать даже. И так, вышка 11, вот. Где 12-я вышка? Нужно быть. Я тебя не вижу. Настаю гребаную вышку, где-то. Видимо, даже не в моей досягаемости. Вот здесь карта. Это чисто карта. Только моя. Только моя подсудность, да? Да, вся моя юрисдикция здесь. Понятно, понятно. Хорошо. Могут еще посмотреть, что за игра? Поиграть. Похоже. Вы готовы сразиться с зомби и отлично провести время. Удачи. И цельтесь в голову. Воу, 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 воу. Ни хрена себе. Э, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин. Чуть я не был готов к этому. Я нервничаю, нервничаю. Отчет. Опа. Одни хедшоты, бетч. Все, ладно. Я устал играть в эту игру. Все, сжирайте меня. Сжирайте. Давайте. Слабо, да? Я подорву тебя. Я подорву себя сейчас. И нас вместе. Отлично. Все. Встаем. Ладно-ка. Ляжем спать с канистрой. Будет удобно. А, мы не выключили свет. Три двадцать шесть. О, нет. Неразборчиво. Так, встань и разберись. Это сон, это сон. Мне нужен фонарик. Не могу без фонарика. Я хотел писать. Нет. Не хотел я писать. Кто это? Коннор. Консоль. Help. Так, что можем сделать? Чик-чик-фоткачек. Крин-ферси-шен. Вершин-систем. Апдейт. Ладно. Вексит. Все. Здесь мы ничего не найдем. Никакой помощи. Нам придется только встать. И пойти. в туалет. Что это? Топор? Могу взять. Где мой фонарик? А, вот он. В мою первую ночь нахождение снаружи вызывало странное чувство. Закрой дверь. Быть здесь в полном одиночестве настораживает. Почему я не могу? Эй, я не могу. Я пройти не могу. Что за нахрен? А, пописать можно же отсюда. Точно, умница. Прямо вот так? Гейте, стоп. Пописать. Ха-ха. Маньичели прям на голову, надеюсь. Вон он, идиот. Золотой дождик, как тебе, а? А ты что думал, почему этот ручей золотой? Потому что в него падает золотой дождик. Его создаю я. Вон этот урод. Погоди, стой. Я должен на тебя посмотреть срочно. Вон он. Тихо, тихо, тихо. Чертовы, блюдок. Ты кто такой? Ты кто такой? Возможно, это Коннор, кстати говоря. Вполне себе может быть, что это Коннор. Я пописал. Все, что-то еще хочет мне игра. Спать давай. Закрылись? Что? Ладно. Сама приоткрывается. Ночь. Вторая. Ах. Только ты и ветер, и время, которое просто пролетает. Пить. Какао. Вот там вчера был этот чел. Я мог спуститься к нему, интересно. Сделать снимок. Что снять-то? Вот, конечно же, закат, я думаю. Очень прикольно. Немножко вышки, немножко. Белиссимо. Ах, да. Ночь была некомфортная, но день прекрасен. Никаких пожаров. Птицы. Воздух. О, это ощущение, когда ты наконец-таки после годов жилья в городе наконец-таки дышишь в горах чистым воздухом. Тебя так, так просто мочалит потом. Ты такой весь так спать хочется. И потом так спишь классно. Что еще один сделать с ним? Так, ладно. Что можем снять? Что можем снять? Что можем снять? Давайте вот. Еще вот так. О, хороший кадр, мне кажется. Неплохой, вполне себе кадр. Продолжаем пить. Неплохо. Нахрен кружку. А я выбросил кружку. Следующий раз, значит, будет день без кружки начинаться. Звучок, как слышно? Это Коннор с вышкой номер 12. Как слышно? Так. Вышка 11. Как слышно? Слышно хорошо, Коннор. Как дела? Вот же, сукин сын. Извини. Че? В наши дни никто не удосуживается получить разрешение на кемпинг. Ты видишь дым к северу от своей позиции? Сейчас взгляну. Какого... А, стоп, не то. Какого дьявола? А где у нас, кстати, север? Понятия не имею. Ну ладно, мы сейчас увидим дым. Вот, да. Так. Вижу четко и ясно. Мне нужно твое подтверждение. Видишь, этот дым на севере. Увидел? Помолчим. Похоже, находится в секторе Лэйси Трейл, который не является зарегистрированным местом для кемпинга. Такие люди даже не досуживаются убрать за собой. И риск пожара высок в это время года. Ты не против сходить проверить? Окей, направляюсь на север, доложу обстановку. Да, у тебя есть еще какие-нибудь подробности? Это безопасно. Будь осторожен, наноси с собой свой спрей от медведя и все будет в порядке. Ты думаешь, медведи сделали этот дым? Окей, направляюсь на север, доложу обстановку. У тебя есть еще какие-нибудь подробности? На данный момент никаких подробностей нет. Просто следуй по тропе и следуй за любыми признаками костра или потенциальных опасностей на пути. Окей, направляюсь на север, север, не забывай носить с собой свой спрей от медведя, новичок. Конец связи, конец связи. Что ж, что ж, что ж, что ж, значит, берем фонарик, да, берем спрей медвежий. Оп, во всеоружие. Где оно? Вот туда идти. Далековато. Ладно, разберемся. Спрей от медведей. Какой нахрен спрей от медведей, когда нужна пушка. Северная, да, тропа? Это как раз таки та тропа, которую нам не очень рекомендовали. Я был на неправильной тропинке. Черт, это не та тропа. то есть это вот сюда? Скорее всего, это сюда. Опа, осторожные медведи. я почему-то думал, что вам придется идти прям вручную туда своими ногами. 8,37. Я следовал по тропинке, которая вела к дыму. Нет, дым не вижу. Вот так сходу? О, боже мой. Кайла, ты уже... Все, баба, тысяча из тысячи сообщили. Погоди, тут крик был. Ладно, почитаю. Что? Окей. А, я скинул ей. Джек, все норм. Сейчас, пик-пик-пик-пик. Во, дай ей домой, оправлю позже. Извини, только доехала. Вот рецепт, ты не поверишь, как легко это все сделать. Ты уже приехал? Кинь фотки, как приедешь. Джек? Все норм. Надеюсь, все норм. Ответь, как прочитаешь. Извини, Кей. Думаю, что в моем секторе плохая связь. Вот тебе фоточки, вид из моей крыши. Спасибо. Ага. Вашу мать, кто развел костер без разрешения? У меня есть спрей. Рация. О! Черт. Случайно. Кто-то насвистывает. Вон! Ах, это ублюдок. Черт, это ублюдок. Он убил их. Он убил этих кемперов. Почему у меня с собой рация прямо сейчас? Мне нужно было это потушить. Как? Оп, еще один фонарь. Ну, давайте ведром. Мои руки были заняты. Та, Нужна была вода, чтобы его потушить. Окей. Еще? Все нормально. Тим, гребаный фонарь. А, это мой спрей, точнее, фонарь на меня. В руках, все нормально. Так. Что теперь? Да, блин, хватит нажимать. Здесь больше ничего нет юзабельного. Я думаю, моя работа сделана. Я потушил костер. Это все. Больше мне ничего не надо. Из чего у меня спрей? Левая кнопка. Спрейте, левая кнопка. Так. Бежим отсюда. 9, 0, 7. Мы благополучно добрались, пока я возвращался на свою башню в темноте. Я не мог избавиться от чувства, что что-то было не так. Мой разум не мог не думать о том, что могло бы произойти. Мой разум не могло бы произойти. Ох, фух, дома никого нет. Хорошо. Как приятно, что никого нету. Блин. С чертова дверь. Мне надо было рассказать Конору о пустом кемпинге. Так, давайте его сюда положим. Сюда положим. Может, все закрыть надо нахрен? Давайте. Нет, пусть будет открыто. Я хочу видеть маньяка, когда он придет. Так. Конор. Конор, прием. Эй, Конор. Громко и ясно, новичок. Я просто говорил себе немного горячего. Готовил себе. Но для начала, как твои дела? Поговорить о лагере. Ты шутишь? Вот же сукины дети. Они никогда не учатся, не так ли? О чем ты говоришь? О ком ты говоришь? Я устал от этих ублюдков. Это невыносимо. Часто такое бывает? Это уже третий раз за этот месяц. Ты что-нибудь еще замечаешь в этих лесах? Не особо. Упоминать крик. Крик. Должно быть, это одна из тех красных лисиц. Они звучат почти как кричащие посреди ночи леди. Может быть, кстати, это был мужской айдот. Не понимаю, о чем ты говоришь, шнурчок. Но я слышал от рейнджера, что в последнее время многие туристы стекаются в этот район из-за исчезновения трех... тех трех детей. Дети пропали в этой местности? Около месяца назад. Они пошли в поход со своими семьями. Позже сошли с тропинки и просто исчезли. Ни следа от них с того момента. И какое отношение это имеет к туристам? Что случилось с теми детьми? Ну да. Мы не знаем. Их родители сказали, что какой-то свист согнал их с пути. Это невероятно. Люди начали распространять слухи о том, что на этой территории обитают какие-то... сущности. Знаю, звучит безумно. Можно предположить, что эти слухи отпугнут людей. Но, как ни странно, все наоборот. Иногда я только и хочу, чтобы они были правдой. Ну, теперь ты знаешь, зачем Митч срочно пытался найти кого-то на одиннадцатую вышку. Это тревожит. Эй, новичок. Надеюсь, ты не веришь в эти слухи, да? Конечно, нет. Отлично. В любом случае, спасибо за обдательность. Я должен связаться с властями, чтобы они позаботились об этом беспорядке первым делом с утра. Мы больше не можем терпеть этих болванов. И если они их найдут, я лично позабочусь о том, чтобы они больше никогда не ступали в этот лес. будь на связи. Буду. Конец связи. Конец связи. Слушайте, но это не Конор. Маньяк точно не Конора. Вон там сейчас. Он бы не смог так быстро дойти от аж вот того места. Вот того. Хотя... Опа. Кайла пишет. Кайла, Кайла, Кайла. Мама сегодня приготовила ту же запеканку. А, например, рецепция кидает. О, прикольно. Ням-ням. Глядя на это фото, у меня мурчит в животе. Кстати, сейчас попробую. Не доставлю. На твою мать. Телефон не работает. Что это значит? Что маньячилище маньячина сумасшедшая. Абсолютно безумная. Сейчас прийдет к нам. А, нам нужно сообщить о погоде. Точно. Итак. 49,8. 49,8. Температура была. 49. Пошел ты. Так. Пошел ты, чертов подсказчик. 49,8. Что касается ветра. Так. Никто не наблюдает. Не очень хороший обзор, если честно. Ладно. 17. 17. 17. 17. А погодка, что у нас по погодке? Я бы сказал, облачно. Итак. Сколько туристов я сегодня обработал? С одной стороны, как минимум одного, наверное. Так. Илджин. Так. 7. Почему? Почему? 17. Куда она все исчезла? 49,8. Я это написал. Все. Спасибо. Все. Ваш отчет принят. Мы сделали отчет. Мы сдали. Давайте. В таком случае спать. В таком случае, да. Я был очень голоден, чтобы лечь спать. Твою мать. Что ты от меня хочешь? Сварганить что-то надо? Давайте запеканку сделаем. Вот. В этот момент я умирал от голода. Давайте начнем. Мне надо было взять все ингредиенты, которые нужны были для рецепта Кайла. Да. Я тоже сейчас буду сделать лазанью, да? Или запеканку. Собственно. Опа. Вот так. Вот так. Так. Что? Где еще? Какие еще ингредиенты? У меня было чувство, что чего-то не хватало. Определенное. Винишко? Нет. Чего-то определенно не хватало. Ох. Маринара. Ох. Давай же. Ох. Что это такое? Что-то есть. Не знаю. Добавим. Видимо, это туда не входило. Ладно. Может быть, это. Это сода. Не входило. Что ж, твою мать, входило. Томатики. Ох. Ох. Горошки. Не входило туда. Может быть, немножко молока добавить, тогда будет хорошо. Нет. Когда молочко не подходит к моему блюду, я хочу пойти и кого-нибудь убить. А-а-а. Коровье молоко. Я же не пью коровье. Вот. Кинул майонезы, видимо, туда. О-о-о. Стейк. Пошло до стейка. Яйца. Пошли вы, яйца. Пепперони, конечно же, пепперони. А-а-а. Вот это что? Бррр. Мои руки были заняты. Что? Мои руки были заняты? Надо освободить руки. Так. Это все. Что это за знак? Новичок, ты там? Ты видел, как я выбрасываю штуку, да? А еду? Новичок, прием. Да я иду, иду. Все, давай. Что такое? Только что нажаловался на их задницу властям. Что они сказали? Не переживай, лестная служба позаботилась об этом с утра. Облегчает. Надеюсь, они смогут их разыскать и дать им по рукам. Вот что я тебе скажу. Я пошел, пойду спать. Я знаю, это был трудный день, но ты отлично справляешься. Спасибо, Конор. Окей, отбой. Вышки 12, отбой. Конец связи. Спокойной ночи, Конор. А тем временем запеканка готова. Мы так долго с ним болтали. Я просто помню запах шипящего сыра. Пусть это все скользит мне в рот. На чем мы должны хавать? За компом, что ли? Ну? Да, музыка для пищеварения. А, вот. Неплохо, неплохо. Явно вкусная штука. Неужели мы все сожрем? Все для нас. Вот прелесть жить одному. Никто не попросит. Ни с кем не надо делиться. Огромные противни все влезают в твой ротик. Отлично. Нажираться на ночь и спать. Я уже наелся. Ладно. Ну, мы не будем потом есть не свежее, поэтому выбрасываем. Немножечко так, чтобы теплая была постелька. Все, теперь, конечно же, спать. Под приятную музыку будем спать. Становилось холоднее и решил подтопить печь. Блин. Я могу кровать подтопить. Как будто обоссался. Но кто меня осудит? А, никто же не знает. Итак. Надо подтопить печь. Черт, за дровами что ли идти? Уродство. Ты все в порядке. Все нормально. Стоп, я вижу тебя. Я вижу тебя. Что это такое? А, это же я выкинул. Это вот и посылка от маньяка. Оп. Шустрей домой, шустрей домой, шустрей домой, шустрей домой. Оп, 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 оп. Блин, жутко, пипец. Где спички? Спички были здесь где-то. Спички. А, вот они. Да, 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 бензин, конечно, я помню. Все. Спички. Да, давай, закинем, чтобы хорошо грелось. Давайте, чтобы надолго хватало, еще закинем канистру туда. А, черт. Ладно. Все? Спать. Перед тем, как спать, я всегда закрывал доски. Я тебя понял. Конечно, мы закроем доски, как скажешь. Чтобы никто не видел, чтобы мы спим всегда. Без трусиков, конечно же. Не хочу, чтобы кто-то смотрел. Остается здесь только, да? Ладно. Вот так. Да, боже мой, гребаная дверь. Эта вышка пытается меня выгнать. Два двадцать семь. Сейчас будет сонный паралич. Вот он, вот он, блин. Меня разбудило какое-то чувство. Которое заставило меня открыть глаза. Блин. Нет. 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 Где я? Кто играет на пианино? Ой, боже мой! Той ночи было что-то необычное. Что я должен сделать? Спрей от медведей! Спрей от медведей! Вон он ходит! Чёрт! Чёрт! Я же попшикал! Вот у него глаза и попал ему! Продолжаем пшикать! Я не должен был открывать или что? Он не должен нас увидеть. Он не монстр. Он просто культист. Да? Семья взял. Этот спрей всё равно не работает. Мужик! Попробуем. Попробуем. Коннор. Коннор! Давайте включим свет. Я не знал, что думать в этот момент. Где он? Он шёл. Я опять не прочитал. Я не прочитал. Что? Что он сказал? Коннор! Коннор, приём! Я же поговорю с тобой с тобой, это очень срочно. Ты тут? Ты хоть знаешь, сколько сейчас время. Ладно, это точно не Коннор. Но он может быть с ними заодно. Это не исключаем. Там что-то есть прямо за моей дверью. Не могло ли это подождать до утра? Рассказать про череп? Знаешь, что скажу, новичок. Лучше игнорировать этих детей, валяющих дурака. Я подозреваю, что это то, от чего устала Марли. Не думаешь, что это сделали детишки? От этих детей можно ждать всё, что угодно. Может, посмотрели с ужастиков и считают, что это смешно. О, такое ощущение, будто это ритуал. Ты серьёзно? Ты не понимаешь? Это ритуал. Давай не будем горячиться, новичок. Мы в самом центре глуши. Ладно, вот что мы сделаем. Я пошлю тебе кого-нибудь, чтобы там всё проверили завтра. А сейчас просто закрыть дверь, глубоко вдохни и отдохни. Мы мало что можем сделать в темноте. Настанет утро, а ты даже не заметишь, как быстро пролетело время. Пошёл ты. Слова Коннора не имели никакого смысла. Да, то есть, внезапно мы в глуши ничего не можем быть, но я мало что мог сделать. Всё, устал рот от ужаса и напряжения. Мало что я могу сделать в темноте. Я мало что могу сделать в темноте. Всё, тихо. Короче, да, и смысла, никого нет. Сначала он говорит, что детишки, наверное, балуются какие-то. Какие нахрен детишки? А потом мы в глуши, никого здесь нету. Ладно, дверь закрыта. Блин. Всё, я не буду спать с этими штуками на полках. Они будут рядом. Мы можем спрятаться под кровать, если чё. Пожалуйста, Night 3. А, всё хорошо. На следующий день я проснулся, не будучи полностью уверен, была ли прошлая ночь реальностью или просто сном. Коннор пытался объяснить это как безобидную шалость каких-то детей. Но в ту ночь было что-то, что оказалось у меня мрачнее. В тех лесах происходит что-то странное. Восемь тридцать четыре вечера. Опять пять вечера. Нам не показывают сам день. Уже сразу ночь. Ладно, мы его использовать. Я был занят большинством своего времени простой уборкой внутри и вокруг вышки. Или осмотром плотности деревьев вокруг. Загрязнён у меня бинокль. Вообще жесть. Я, а паранойя от этого леса только росла после прошлой ночи, что заставило меня быть особенно бдительным. А, получается я просто наблюдаю, что никто не пришёл, да? Да ты совал этот бинокль в норку к мыши? Ладно, я жмём, а что я должен здесь увидеть? Двигаться я не могу. Ладно, смотрим. Так, чистить. А-а-а. Псс. Все, я понял. О-о-о. Чё за нафиг? Это отвлекает моё внимание, да? Так, чё-то ещё надо почистить. Вернуться назад. Я был слишком голодный. Ладно. Покушаем тогда. Есть кто-нибудь? Мне нужна помощь. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь. Что? Ты похож на голос Конора. Эй, кто-нибудь слышит? Это Джек, вышка номер 11. Я слышу вас громко и ясно. О, господи, спасибо. Я заблудился. Я действительно начинаю сходить с ума. Что происходит? Я даже не знаю, с чего начать. Я пошёл исследовать эту территорию и сбился со времени. А теперь темно, и я не могу вспомнить дорогу до своего грузовика. Думаю, думаю, я заблудился. Вы можете описать свою одежду? Где вы сейчас находитесь? Какие принадлежности у вас есть при себе? Чё есть в карманах, а? У меня есть фонарик, компас, полностью заряженная радиостанция, двусторонние связи, ракетница и моё походное снаряжение. И моё похабное снаряжение. Ты можешь описать свою одежду, где вы сейчас на... Ты можешь описать свою одежду? На мне надета красная куртка, камуфляжные штаны и зелёный рюкзак. Где находишься? Я в середине леса, на этой тропе, окружённой деревьями. Ночью всё выглядит иначе. Я думал, что несколько выстрелов из ракетницы могут привлечь чьё-то внимание, но пока никто не пришёл. Всё, что ты сделал, это подсветило деревья, и теперь всё выглядит ещё страшнее. Я просто хочу найти выход отсюда. У него голос не очень напуган, если честно. Помните ли вы какие-нибудь ориентиры? В какую сторону вы сейчас смотрите? Ладно, можете описать, что вы видите. Я окружён деревьями. И я помню, как раньше проходил мимо небольшого ручья. В каком направлении вы сейчас смотрите? Прямо сейчас я иду на запад, потому что помню, как шёл на восток, когда приехал сюда. Спасибо, господи, вижу. Что вы там, что вы видите? Что? Я сейчас нахожусь на перекрёстке троп, но не могу вспомнить, мне нужно пойти налево или направо, чтобы вернуться к началу тропы. Вы можете помочь? А что? Подождите, я проверю карту и вернусь к вам. Ну что за... Да чё меня в... Эй? Вы ещё тут? Обе тропы выглядят довольно знакомо. Я просто так боюсь совершить ошибку и отойти дальше от дороги. Пожалуйста, помогите. С музыкой всё больше меня в панику. А меня в панику вгоняют. Ладно, сейчас погоди, я посмотрю камеру. Ой, карту. Ручей, он сказал, налево или направо. Ручей прошёл? Наверное, налево. Я сейчас нахожусь на перекрёстке троп. Не могу вспомнить, мне нужно пойти налево или направо, чтобы вернуться к началу тропы. А как... Погодите, я чё-то... Я не помню, о какой конкретной тропе он говорит. Сейчас нахожусь на перекрёстке троп. Не могу вспомнить, мне нужно пойти налево или направо. Перекрёсток. Погодите, дать проверить карту. Вот эта вышка находится в какой-то стороне. Сейчас мы и по ней будем ориентироваться. Ты чего, все ждет меня? Вот старая радиовышка. Ага. Это у нас восток. Вот это восток. Это значит север. Это запад. Он был на западе, чувак. Запад вот здесь. Вот отсюда он шел. И так, 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 так. Так, чтобы попасть ко мне, скорее всего, он вот это имеет в виду место. Нет. Вот. Это тропа, а это ручей. Блин. Если он сейчас вот здесь находится, то ему нужно идти налево. Все, мы разобрались, чувак. Все, давай, иди налево. Ага, так и знал. Мне нас сразу показалось знакомой. Я бы не доверил себе такое решение. Спасибо за помощь в этом. Принятие решения в тем, в тем, может быть, непростой задачей. Надеюсь, вы благополучно доберетесь до начала тропы. Не за что. Я прямо здесь. Что? Я слышу тебя. Я слышу твой свист. Это не я. Что? Я вижу тебя за деревьями справа от меня. Это не я. Ты меня удивляешь. Нет, нет, нет. Я тоже открывать или нет? Пошло оно все нахрен. Моя жизнь дороже. Моя жизнь дороже. Он не успеет отбежать, если... А я думаю, я сейчас открою, там никого не будет. Я подумаю, как он успеет отбежать, если он стоит долбит. Елки-палки. Что ты там так долго делал? Тебя стремался. Я стучался целую вечность. Меня попросили тебя проверить. Чем ты там занимаешься, приятель? Я помогал заблудившемуся туристу. Такой поздний час. Да благословит его бог. В любом случае, я принес припасы для вышки. Просто обычные вещи первой необходимости. Погодите, а мы не скажем, что сейчас произошло? Держи, я сейчас потеряю сознание, если продолжу держать это. Дядь. Что ты там делал прошлой ночью? Что ты имеешь в виду? Ну там, на севере. Почему ты там был? На севере? Я бы не разгуливался там, приятель. Мне надо было проверить дым от костра. Господи, спаси. Нельзя пропускать букву П в таком слове. Господи, спаси и сохрани. Мне противные там дела, парень. Рысь и медведи. Будь осторожен там, приятель. Эти лиса ненормальные. Тут есть вещи, которые хотели бы с тобой полакомиться. Не говорят же о том, что в случае чего ты окажешься на огромном расстоянии от помощи. У меня и здесь хватает забот. Конечно, это довольно работа такая. Такая занятная. Я слышал, ты немного не в себе был. Все в порядке? Просто пытаюсь привыкнуть... Да, конечно, упомянуть череп. Молчание неловкое. Господи, спаси и сохрани. Ты снял его на фото перед тем, как убрать? Нет. Знаешь, лучше не зацикливаться на таких вещах, парень. К тому же мы не можем ничего сделать без доказательств. В любом случае, уже поздно я должен идти. Просто продолжай наблюдать. Спасибо за припасы. Ну и даже если это будет фотка у меня, я мог ее сделать. Спасибо за припасы. Стоп, стоп, стоп. Давайте проводим его. Я хочу убедиться, что он ушел. Вон он. Чувак просто идет. Кажется, все в порядке. Боже мой. Я не доверяю ничему здесь, в этой игре. Ладно, я хотел кушать, ты говоришь. Наверное. А, вот. Надо же разогреть. Надо обратно все засунуть, потому что бардак такой. В целом вот так. Нет. Ну, трудно обратно все засунуть, честно. Во. Ладно, пофигу, давай сжрать лазанью. А, надо закрыть. Чувствую себя как идиот какой-то. Просто сижу на кровати вот так вот и кушаю. Ни в мобиле не поковыряться, ни в интернете посидеть. А это какой-то всего лишь третий день или четвертый? Я уже не помню. Встать. Я закончил с этим. Кстати, я аж выкинул эту лазанью. Сейчас вспомнил. Ну-ка, я сейчас спрячусь. Как это будет выглядеть? Уровень шума. Такой из них будет считаться критическим. Если буду говорить вот так, ой, попередская коробка. Ну, кажется, все, я могу спать. Остановилось холоднее. Я решил подтопить гребаную печь. Да я без фонаря пойду. Я уже не боюсь. Я уже смелый стал. Оп. Оп. Спускаться гораздо легче, чем подниматься. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а тварь тварь это было слишком страшно зачем ты напугал меня до чертиков я понимаю что одиночество может побуждать твой разум играть с тобой злые шутки кто ты не надо тревожиться я работник я просто проводил регулярное техническое обслуживание на радио вышки неподалеку думал смогу сказать привет новенькому о котором все говорят ты сюда работаешь так поздно каждое воскресенье просто пытаясь поддерживать линии связи открытыми нам нужно убедиться что нужные сообщения доходят до нужных мест согласен согласен мы пользуемся информацией об обнаружении пожаров фуда абсолютно но некоторые пожары предназначены для того чтобы гореть и никакая подготовка не остановит их что ты имеешь ввиду у природы свои планы какие-то вещи нельзя проконтролировать как бы мы ни старались иногда стихийные бедствия просто являются другой формы очистки способ для земли для самоочистки увидимся поча сайлос спокойной ночи джек надеюсь ты хорошо выспишься напомни твои любопытство может привести тебя туда куда лучше никогда не соваться любопытствую я сижу ровно на жопе я вообще не хочу никуда ходить меня вынуждают прощай джек тут парень вызывал самые странные ощущения вот что папе бензинчика вот этот пожар проконтролирую урод пошел он с этими своими угрозами до затем но сейчас я решил выйти без фонарика я бы конечно не меньше бы испугался но просто забавно печку надо смазать бензином чтобы лучше горела да не все пожары можно контролировать я вижу дым который исходит из твоей вышки только не говори что ты не там новенький там дело не в пожаре дело в том чтобы оставить послание все может быть сожжено как слышно это джек наконец-то я пытаюсь связаться с тобой уже какое-то время где ты был встретил сайласа внизу встретил кого работник вышки неподалеку парня следующего за вышки неподалеку это по поводу вчерашнего что ты пытаешься меня надурить что ты имеешь ввиду то радио вышки не работал уже несколько лет она была закрыта лет несколько лет назад поставок в нее ударила молния аренбонд был оценен как слишком дорогостоящий ее дата починки была отложена до следующего большого финансирования которое произойдет нескоро судя по словам митча тогда с кем я только что разговаривал смотри если то что ты сейчас говоришь является правда это мог быть очередной из тех болванов подшучивающих над тобой он стал мое имя знал твое имя думаешь он нас подслушивал возможно в любом случае притворяться работником парка строго запрещено исходя из правил парка когда ты его снова видишь возьми его данные сделай фото нам нужно выяснить подробнее я понял в любом случае я вижу что ты уже отметился думаю я пойду спас плюшка хорошо тебе спокойно спится конор тебя не докапывают люди работники месяца спокойной ночи отбой конечно мы его можем увидеть отсюда интересно где наш бинокль бинокль а вот не можем мне паранойя что печка горит да а стоп точно нужно закрыть же все вот эти вот хоп все эти деревяшки доски как это называется это гениальное решение для игр ужасов создавать вот этот рутинные цикличные события где тебе нужно помыть пол закрыть за дверь выключить свет сдать отчет каждый раз это заставляет тебя немножечко расслабиться пока ты это делаешь как будто это что-то ком это как бы комфорт некий и типа я знаю что здесь происходит я эту ситуацию контролирую полностью я просто задаю отчеты и вот в эти моменты идеально тебя заставать врасплох давайте спать мое беспокойство начинало расти с каждым днем поэтому когда я отметился той ночью я сказал себе что мне нужно просто привыкнуть к новой обстановке странности которые видел в этих лесах были еще недостаточно для того чтобы вызвать тревогу однако это скоро изменится две ночи спустя окей мы две ночи прожили спокойно девять восемнадцать о боже мой девичок у тебя найдется минутка что такое что ж хорошая новость я только что получили сообщение штаб-квартиры они говорят что у нас на компьютере новое системное обновление митч хотел чтобы я сообщил тебе они говорят что это важное обновление системы безопасности думаю больше никаких шпионов шпионов как мне обновить к я знаю как обновить компьютер сейчас разберемся а вот здесь help пишем а потом апдейт 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 введите пакетчка пакетчук а дать чек апдейт вот три апдейта найдено так нам нужно апдейт для rainbow о с апдейт для репортинг систем сервис и апдейт аппетч version 18.03 18.03 или 54.68 апдейт аппетч который вот 434 68 4 окей апдейт 434 4 3 4 60 84 вкажу в систему найдено пакет найден хорошо устанавливаем так пожалуйста введите активную все сервисы был lines а и хорошо давайте 1045 недоступно 5 9 8 7 вкусу к неприятный 5 4 8 7 ваша система теперь обновлено сволочь ты сволочь ты самый настоящий сволочь кто бы ни был ты так скорее всего бензин вы закончился да в генераторе значит нам нужно бросить эту штуку и взять канистру пойдемте возможно кто-то стоял внизу и высасывал весь бензин становилось холодно и я хотел в туалет чё не нужно получается о как так я вижу почему я вижу здесь нельзя говорить громко здесь нельзя говорить громко нравится этот туалет это дверца она как в комнатах допроса только я вижу этих людей они отлично описаем вот теперь я не вижу смотрите я писаю с громкостью минус 35 децибел дед пример могут минус 48 нормальная нормальная но но она 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 спустя о вот как и всего лишь страшно пописал за эту неделю окей время прилетало незаметно генератор конора был на ремонте а это означало что мне приходилось прикрывать его территорию в течение последних двух недель дней когда не было пожаров единственное что я делал это проверял конора дважды в день это был единственный раз когда я разговаривал если только не разговаривал сам собой 2 34 ночи у нас еще один я знаю что уже поздно но ты захочешь это увидеть джек 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 просыпайся как слышно бой когда я тебя будил тебе не очень нравилось смотрите как будто ты лицо чё-то луна с глазами и маской джек ты меня слышишь почему ты все еще не спишь ладно вот что тебе скажу у меня сейчас совсем нет сил на это я тут надрывал свою задницу работы над этим старым мусорным генератором и теперь я вижу это я вижу еще один дым к западу от себя похоже у нас появился еще один турист похоже это в твоем секторе посмотри ты сможешь увидеть этот лагерь со своей вышки сейчас взгляну что это был за звук что-то был за звук что а знаешь что у меня нет сил разбираться с этим дерьмом сегодня я позволю тебе разобраться с этим если на этот раз они не убегут с фоткой их лицо и паспорт и если ситуация ухудшится не стесняйся обращаться за помощью штаб-квартиру сообщи мне завтра утром я собираюсь немного отдохнуть чё-то он чё конор смысле это твоя работа я тебе рассказываю дерьмо происходит здесь вон они я должен посмотреть на этих ублюдышей вот так поближе чтобы сразу понять чем не ожидать я не знал что с этим делать единственное что имело смысл в то время зафиксировать доказательства точно как как фоткать как фоткать как фоткать как фоткать как как а пробел В смысле? Я что, со вспышкой сфоткал? Я идиот, я со вспышкой сфоткал. Они сюда побегут сейчас? Что? Что мне делать? Что мне делать? Да, точно. Где? Прячусь под кровать. Булапо летом. Булапо летом. Булапо летом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, видимо, нужно было... Да! Шифт бежать! След своню оставляем, медвежий! Куда бежать? Я сильно промок под дождем... Да нет, дождя! А, какой быстрый! Что? Сильно промок под дождем? Что это значит? Надо было в туалет! Надо было в туалет забежать, походу! Окей, теперь мы можем выходить... Из полезного с собой... Я думаю, надо взять... Горошек, конечно же... А? Ублюдок! Я не боюсь себя! Вы были страшными, пока я вас не видел! Поп! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И решил ничего не говорить, чтобы на всякий случай. Где мой горошек? Я потерял, обронил чертов горошек, нет. Мужик-то здесь, он был заперт. У-у-у, неу, ноу-ноу-ноу-ноу! Он нашел мне по горошьему следу! Скорее! Скорей! Заводи! А-а-а! Заводи! Когда кровь хлынула, кровь хлынула, адреналин, я нажал на газ и поехал к домику смотрителя парка. Запыхавшись, я связался по рации, чтобы предупредить штаб. Послушай, Джек, мы все здесь немного сходим с ума, ответил Митч. Что? На следующее утро власти якобы провели небольшое расследование в этом районе. Ну, конечно, они не обнаружили никаких улик. Никто никогда не верил в мою историю. Отвергая ее, сбрасывая все на одиночество. Просто продолжай следить за пожарами, предложил Митч. Однако, это был последний раз, когда моя нога ступала в эти леса. Беспокойство все еще тяжелым грузом сидит у меня в животе. Несмотря на то, что прошло много лет, пережитое все еще живет в моей памяти. Моя семья думала, что я все это выдумал, что действительно не в моем стиле. Но я знаю, что я видел. Настоящие они или нет. С наступлением темноты эти леса могут стать убежищем для незаконной деятельности. Поэтому, если кто-нибудь из вас планирует в ближайшее время отправиться в поход, пожалуйста, будьте осторожны. Окей. Судя по всему, мы получили с вами хорошую концовку. Но я думаю, это далеко не единственная концовка. Потому что мы еще никогда не ходили на ту тропу северную, в которую нас не пускали. Очень милая музыка. Очень милая концовка. Как я сейчас выяснил, оказывается, других концовок в этой игре больше вроде как бы нет. Соответственно, мы прошли ее целиком на 100%. И скажу вам так, что на протяжении всей игры с самого начала, вот прям до практически самого конца я испытывал дичайший дискомфорт, играя в эту игру. Было очень жутко. Скримеров просто по пальцам пересчитать, но пипец. Вся атмосфера была дикой. Вот концовка, мне кажется, супер слита. Она... Вот эта вот дебильная музыка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот она... Что в предыдущей части она немножко вот... Она какую-то комичность для меня создает. Не знаю, лично для меня. Может быть, для других людей по-другому. Может, автор игры такой пипецкая страшная музыка. Вот. И опять же, когда... Когда ты видишь врага, и у тебя есть возможность от него как-то вот прятаться или что-то делать, он тут же перестает быть таким страшным. Соответственно, вот получается, вся эта игра, вот вся эта, точнее, концовка, особенно, когда тебя уже убили, она вот этот весь стрём убирает, и тебе уже просто, ну, как бы... Уже остается только фан, по сути. Но, в целом, пипец. Это, наверное, пока что... Даже не знаю, настолько ли это была страшная часть, как предыдущая. Предыдущая? Сами посмотрите её и скажите, что вы думаете. И посмотрите все мои части Fierce of Adam и все игры от Chillous Art, которые проходил. Все, по-своему, жуткие, клёвые. В общем, понравилось мне играть. В любом случае, ждём последний эпизод, пятый. Я думаю, он скоро выйдет, ну, может быть, через полгодика. Посмотрим. Ну, а с вами был Юджин, друзья. Пойду наприкодить в себя. Всем пять!